Усиление мер социальной поддержки семей с детьми, улучшение пенсионного обеспечения казахстанцев. Вот основные задачи, которые будут реализованы в рамках принятия социального кодекса. Подробности. С января следующего года будет увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Данная норма будет распространяться как на работающих, так и на работающих родителей. По словам специалистов Департамента комитета труда и социальной защиты, этим правом воспользуются до полумиллиона граждан республики и порядка 10 тысяч родителей по области. Каждый родитель, который претендует на выплату пособия по уходу, должен знать, что чем больше стаж участия в системе социального страхования, тем выше размер социальной выплаты по уходу за ребенком. Сегодня он оставляет 40% от дохода, с которым производились социальные чтения в Государственном фонде социального страхования. Еще одно нововведение, которое предусмотрено в проекте социального кодекса, это те родители, которые осуществляют уход за ребенком, возобновят трудовую деятельность в период получения социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования, то размер выплаты будет пересчитан по количеству детей и будет производиться на уровне пособия из республиканского бюджета. В проекте социального кодекса меры поддержки семей с детьми сохраняются. Ряд нововведений будет направлен на их улучшение. К примеру, кодексом вводится такое понятие, как награжденные матери. Этот статус будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками Крымысалка, Алтаналка или ранее получившим звание мать-героиня, обладательницам ордена материнская слава первой и второй степеней. В данное время они получают пособия в одинаковом размере, в размере 6,4 МРП, размер пособия составляет 20 352 деньги на сегодняшний день. То после введения социального кодекса размер пособия будет дифференцирован. То есть многодетные награжденные матери, родившие, воспитавшие 7 и более детей, размер пособия у них будет повышен и будет составлять 7,4 МРП. То есть на 1 МРП больше, чем они получают на сегодняшний день. Таких матерей у нас порядка 2,5 тысяч. Вот эта мера коснется 2,5 тысяч матерей по нашей области. Ряд изменений коснется и пенсионной системы. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 61 год, а сами выплаты планируют повысить. То есть если в этом году на пенсию выходят женщины у нас в 60,5 лет, в этом году выходят женщины, рожденные в первой половине 62-го года, то со следующего года, уже в 61 год, начнут выходить женщины у нас, рожденные в 62-го года. Вот эта мера коснется порядка 10 тысяч женщин нашей области. Как было уже озвучено в послании, ожидается с 1 января 2023 года до 2027 года доведение размера минимальной базовой пенсии от 54% до 70% от прожиточного минимума. Максимальную от 100% до 120% от прожиточного минимума. Этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем на 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется 2 миллионов пенсионеров. Как говорят специалисты, предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%. Алмажана Мангельдинова, Руслан Жабаев, телеканал Костанай.